МАМА! 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 МАМ! БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! Надо у*****ть, ребята! БЛЯТЬ! Это жесть! КАПЕЦ! Оооо! Во! Сбили! Взрыв! БЛЯТЬ! 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 Охуеть! ПИЗДА! Вот они! Вот у лес, видишь? ПИЗДЕЦ! ПИЗДА! Это сколько было? О, еще один! Это жесть! БЛЯТЬ! 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 Видел вспышку? Ага! Сейчас, видим! БЛЯТЬ! 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 Ах! ПОПАЛИ! 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 Сейчас, упавайте! БЛЯТЬ! 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 ПОПАЛИ! БЛЯТЬ! БЕРЬ! 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 Если наху умрешь, я не виноват! БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! Воскресенье! 20 октября! Добрый день! Друзья! Липецкая! Брянская! Курская! Орловской области! Подверглись атаке украинских беспилотников. Слава вооруженным силам Украины. Беспилотники были замечены и некоторые сбиты. Ну, конечно же, хлопки и обломки повредили все. Над Орловской областью, еще над Калужской, Курской, Брянской, Рязанской, Ивановской, Липецкой и Московской областями. Друзья, больше ста беспилотников сегодня атаковала Российскую Федерацию в ночь с субботы на воскресенье. Это блестящие новости, друзья. Как обычно, хлопки и обломки повредили все. В городе Дзержинск Нижегородской области атакован завод имени Свердлова. Это крупнейшее предприятие по производству взрывчатки. Атакован более ста беспилотниками, друзья. Еще одна загадочная смерть. Во дворе жилого дома в Протопопском переулке в Москве нашли мертвым бывшего вице-президента ЮКОСа. Далее еще одна загадочная смерть. Крупный ФСБшник упал с лестницы в собственном доме в Подмосковье. Ранее мы составили список загадочных смертей. Обсудим в следующем блоге. А пока что мы начинаем. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал «Дашь счастливая». Мы начинаем сегодняшний воскресный день. Ну что, Липецкая, Брянская, Курско-Орловская области подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. Более ста. Россия, привет, гори и будь уничтожена. Смотрим. Блядь! Надо уебоваться, ребята! Блядь! Еб! Охуеть! Охуеть! Пизда! 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 Продолжение следует... Видел вспышку? Сейчас видно. Он утверждает, что никаких пострадавших повреждений нет, только хлопки и обломки повредили ключевые военно-инфраструктурные объекты. Также под ударом Липецкая, Брянская области и Москва. В Дзержинске и Нижнагородской области целью атаки стал ФКП завод имени Свердлова. Он производит взрывчатку. Завод включен в санкционный список Украины за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. 23 июня 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза. Также завод находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Японии и Швейцарии. Это предприятие одной из крупнейших российских производителей взрывчаток и веществ. Также вспомню заявление министра обороны Соединенных Штатов Америки Лойда Остина, который сказал, что Украина должна наносить удар украинскими дронами по территории всей России. Это очень дешево и очень эффективно. Давайте посмотрим, насколько это эффективно, друзья. Это залпы огонь, зенитки. Да, да, да. Сбивают тонусы, да, точно. Да. Прямо возрастом. Вот это очень яркий кадр, друзья. Смотрите, дроны атакуют, а они снимают. Им очень весело. Это атака на этот завод имени Дзержинска. Он входит в военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Вот эти взрывы. Посмотрите, ярко горит. Продукция, которая производится там, оборонная продукция, взрывчатые вещества, промышленная химия и машиностроение. Еще очень яркие видео, это когда сами расисты решили потрогать руками горящий дрон на земле. Вот сейчас вот в этой части, доктора подготовили для вас, соответственно, нарезку видео. Тут вы увидите, как россияне приняли решение потрогать горящий дрон руками. О, во! Сбили. Взрыв. Блядь! Блядь, еще один. Ну-ну-ну, давай, давай. Следующие новости. Выскоточные уламки дронов, как обычно, хлопки, попали на территорию энергетического предприятия в российском Липецке. Слава вооруженным силам Украины. Смотрим. Ага, чуть-чуть. Ебать! Пизда! Пошли! Это жесть! Капец! Вот они! Вот ульях, видишь? Пиздец! Пизда! Это сколько было? О, еще один. Это жесть! Пиздец! Мама! Мама! Мам! Вот, вот тут мы подходим к этому культовому видео, значит, высокоинтеллектуальные жители Российского Орла, конечно же, троллинг, друзья, обнаружили обломки упавшего беспилотника. Судя по комментариям на видео, которые вы сейчас услышите и увидите их искреннее восхищение, вызвали найденный масляной фильтр и новенький генератор беспилотников. Есть надежда, что эти гении такие оттащили обломки к себе домой. Очень хочется верить, что сбитый беспилотник унес с собой вальхалу всех наших врагов. Смотрим. Вот он, вот он, вот он. Бери, 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 бери. Если нахуй умрешь, я не виноват. Вот такая хуйня, она светает. Нет, не поеду. Нет, нахуй, прикольный. Покажу. Смотри нахуй, ты самая. Да бери, бери, бери домой. Не бери, ничего, положи на место, бля. Бля, мне двигатель нужен, пацаны, как хотите. Это вы двигатель. Бля, масляный фильтр, сука, даже стоит, блядь. Это пиздец. Бля, генератор новый, блядь. Расса целая, ёпта. Генератор новый, да. Двигатель, блядь. Вообще, понимаете, что этих мародеров интересуют? Они только все воруют, понимаете? Они оккупируют, нападают, воруют, берут себе домой. Знаете, унитазы, туалеты, генераторы пришли на территорию нашей страны убивать, забрали всё, оккупировали всё, мародёрили, украли. В Курской области всё выносят. Вы понимаете, это что за нация такая? Я не знаю, вот все плохие слова, которые знаю, все посвящаю расистам. Там крылья, пиздец. Друзья, ну и в завершении у нас есть два интересных материала, потом расскажу про таинственные загадочные убийства на территории Российской Федерации, точнее, прошу прощения, загадочные смерти. Соловьёв нашёл гуманный способ отказаться от доллара, пролив имени Сталина на месте Соединённых Штатов Америки. Раньше на России была популярная передача «Смеха Панорама», но когда этот цирк закончился, его клоуны перебежали на шоу «Вечер соловьёвом». Подказаться от доллара, потому что это единственное, что они понимают. Эти люди на улице... У вас этот рецепт работает во всех случаях. Конечно. Вы даже тараканы в Америке собираетесь выводить этим методом отказом от долларов. Почему тараканы-то? Даже тараканы. Зачем мне у них выродить тараканов? Мои, кстати, мой подход гораздо гуманнее, гораздо быстрее, гораздо проще. Пролив имени Сталина. Тараканы тонут. Люди выживают, мы им говорим заранее, чтобы они сбежали. А тараканы тонут. Как говорится, нау комнат. Вы прокомментируете меня под этим блогом. Пожалуйста, все, что вы думаете о Соловью. Друзья, Путина впервые спросили, боится ли он Гаги. Он начал нервничать, ерзать и отшучиваться. Вчера журналист СНС спросил, не опасается ли Путин приезжать на саммит Большой двадцатки в Бразилию, ведь там его обязаны арестовать и передать в Международный уголовный суд. В Гаге. Прямо Путин, конечно же, традиционно не ответил, да, я не трус, но я боюсь, отшутившись, что и не поедет туда, чтобы, внимание, не срывать мероприятие своим присутствием. А хорошо было бы, если бы он жизнь нам не портил своим присутствием. Смотрим. В принципе, двадцатка – это хороший форум, он полезный в целом. Если его, конечно, не политизировать, если дальше не будут политизировать, там попытки предпринимаются разного рода, но он создавался, и не так давно создавался, как чисто экономическая платформа. Вот так вот, если это будет развиваться, именно в таком ключе это будет полезно. Ну, вот мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лула прекрасные дружеские отношения. Ну, что же я там специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Ну, мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что это ничего, кроме там… Даже если исключить этот самый, исключить этот мусс, ну, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвём работу двадцатки. Зачем? Ну, мы же взрослые люди. Поэтому мы найдём, мы найдём, кто в России на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии. Ну, честно говоря, вот эти смешки, это, конечно же, совсем не смешно. Хотелось бы видеть Путина в Международном уголовном суде в Гаге, а потом за решёткой в Робе. А теперь завершаем этот блок, друзья, загадочными смертями. Ещё одна загадочная смерть. Во дворе жилого дома в Протопопском переулке в Москве нашли мёртвым 64-летнего Михаила Рогачёва ранее, который занимал пост вице-президента ЮКОС. Он якобы выпал из окна собственной квартиры. В 90-х годах Рогачёв работал на руководящих позициях компании ЮКОС. Затем он занимал должность зама генерального директора в горно-металлургической компании Норильский Никель, а также исполняющего обязанности директора инвестиционной группы ОНЭКСИМ. Напомним тем, кто не в курсе, но главой ЮКОС являлся Ходорковский. О списке загадочных смертей, которые происходили в Москве, в Подмосковье, я посвящу этому отдельный блог. Друзья, подпишитесь на мой канал «Дашь счастливая», поставьте лайк этому видео. Нас уже 400 тысяч. Я вам очень благодарна. Мы работаем для аудитории по всему миру. И ещё одна загадочная смерть. Крупный ФСБшник упал с лестницы в собственном доме в Подмосковье. Это, конечно, тоже загадочная история. Вчера ночью погиб один из самых осведомлённых и кремлевских кухни деятелей госбезопасности в России, генерал-полковник Константин Рамадановский. Ему было всего лишь 67. Информированные телеграм-каналы сообщили, что Рамадановский упал с лестницы собственного дома и сломал себе шею. Ну и ещё то, что я вам сказала, в Москве нашли тело бывшего топ-менеджера Юкоса. Его смерть – одна из череды странных смертей в нефтегазовой отрасли России. В январе 2022 года нашли мёртвым главу транспортной службы «Газпром Инвест» Леонида Шульмана. В апреле бывшего топ-менеджера «Новотека» Сергея Протасыню. Кроме того, в 2022 году погиб глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Он выпал из окна больницы, а в 2023 году скончался его преемник Владимир Некрасов. Друзья, ещё раз говорю, мы сделаем блог по поводу этих смертей, даже запишем ряд интервью с Абасом Галямовым, Ростиславом Розаголовым. Подпишитесь на мой YouTube-канал «Дашь счастливая», поставьте лайк этому видео, поставьте колокольчик, чтобы первыми смотреть видео. Ещё раз, мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру. Наша миссия – донести правду о войне России против Украины, о российской агрессии русскоязычному аудитории, населению на территории всего мира. Страны СНГ, Европа, Америка, Южная, Северная Америка, Израиль, Ближний Восток. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, мы движемся к полумиллионам. Напишите несколько теплых слов в поддержку Украины и будьте с нами, будьте на светлой стороне света. Слава Украине! Героям слава, друзей! Дякую!